МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты не могла найти более людное место? Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь? На виду мы привлечем меньше внимания. Где мы? Почему я не могу ни до кого дозвониться? Конечно, я вас с удовольствием проведу. У тебя что, есть телефон? Нет, он чудесным образом испарился. Вместе с документами и всеми другими бумагами. Ясно. Где мы? Как ты здесь оказался? Тебя сбила машина, и ты очнулся здесь? Откуда ты знаешь? Я переходила дорогу, у меня сбил мотоцикл. Почему ты еще здесь? Надо бежать отсюда в любом случае. Не выйдет. Здесь везде скрытые камеры, а вокруг города колючая проволока. Мне плевать, я хотя бы попытаюсь. Зря, это ты так. Тихо, тихо, тихо. Добро пожаловать в заплутавшие сосны. Унесите его. После тесного знакомства с грузовиком марки «Мак» специальный агент Итенберг приходит в себя. Посреди леса, помятый, поцарапанный, но все же живой. Приняв со второй попытки вертикальное положение, он начинает шаг за шагом вспоминать, что его отправили на поиски двоих коллег, которые бесследно пропали неподалеку от того места, где он попал в аварию. Городок заплутавшей сосны с полутора тысячным населением, в котором спецагент оказался, несмотря на свое дружелюбие и приветливые улыбки, не внушает ему доверия. Вся эта идиллия маленького рая оказывается лишь умелой игрой на камеры, которыми напичкан весь город. Сбежать из этого цирка нет никакой возможности, так как все дороги возвращают беглеца назад. Единственное, что остается, это разгадать секрет проклятого места. Да, сейчас он придет в себя, и мы все узнаем. Я перезвоню. Ну что, пришел в себя? И тебе доброе утро. А теперь рассказывай все, что ты знаешь про Блэка Крауча. Кого? Сам знаешь кого. Тебе было приказано следить за ним. Писатель, что ли? Зачем он тебе? Это из-за него мы оказались здесь. Так это он принес мне стул. Очень смешно. Ладно. Блэк Крауч начал свою писательскую карьеру с того, что издавался в печатных издательствах. Но потом он стал отдавать предпочтение электронному формату. Свою первую серьезную работу он написал на втором курсе Университета Северной Каролины. Да и то, потому что учился на факультете английской литературы и креативного творчества. Ну и до этого он сочинял истории. Пугал своего братика. Вот и все. Все? Да Википедия лучше тебя работает. Дорогая, ты не видишь, у меня руки связаны. Для меня писательство сродни одержимости. Суть которой в том, чтобы написать конкретное количество слов. Сейчас это тысяча слов в день. Этого достаточно для того, чтобы меня не убил мой редактор, потому что я не успел в срок. Если я выполняю норматив, гра спадает с плечи и оставшуюся часть дня я волен делать все, что захочу. Если мне это не удается, меня мучает чувство вины и собственной ничтожности. В конце дня я работаю над дальнейшим развитием сюжета и распечатываю написанный отрывок, чтобы убедиться, что текст удобно читать. После окончания работы над книгой я никогда ее не перечитываю, чтобы познакомиться с нею глазами читателя. Наверное, потому что к тому моменту, как книга написана, исправлена, перечитана и снова исправлена, я уже сыт ею по горло. Мне уже хочется поскорее отделаться от нее. Так весь этот сыр-бор из-за какой-то трилогии «Заплутавшие сосны», из-за какого-то мистического триллера, книги. Ты все еще не понял, что происходит? Что? Что страниц компания «Блока Крауча»? Ставьте закладку и до встречи. Природных богатств на Земле все меньше. И отыскать их без гида все сложнее. Поэтому я и решил организовать для вас очередной тур по самым невероятным местам нашей планеты. Стоит произнести в ядрар Глюфур, и вы окажетесь на юго-западе Исландии. В реальной жизни это работает редко, но вот на телевидении постоянно. Этим волшебным и трудновыговариваемым словом местные жители окрестили каньон, покрытый мелкой зеленой растительностью. Словно сделанный неумелым хирургом, надрез в земле простирается на 2 километра в длину и опускается на 100 метров в глубину. На самом дне этой каменной жилы течет река Фьядра, которая настолько обессилела, что позволяет туристам разгуливать в низовьях каньона круглый год. Однако будьте осторожны. На дне очень много острых камней. Согласно легенде, в ядрах Глюфуре живет тролль, которого когда-то беспощадные солнечные лучи обратили в камень. Палец тролля. Так окрестили местные жители одну из скал, похожую на сказочное существо. А вот прогуляться по гигантской кристаллической пещере, что находится в штате Чуауа в Мексике, будет не так-то просто. И не потому, что она вся сплошь и сколота огромными кристаллическими мечами, а так как 58-градусная температура и почти 100% влажность делают пребывание внутри невыносимым. Без специального снаряжения вам не удастся погостить там дольше 10 минут. Однако и этого хватит, чтобы восхититься видом гигантских кристаллов, самый большой из которых весит 55 тонн и имеет 11 метров в длину и 4 метра в ширину. Состоят кристаллы из селентина, минерала, похожего по структуре на гипс. Что примечательно, в естественном состоянии кристальная кладовая доверху наполнена водой, но владельцы местных шахт постоянно осушают ее при помощи насоса. В чилийской пустыне Атакама среди горбатых курганов в песках тонет гигант, чье запястье уже более 20 лет ждет руки помощи. 11-метровое извояние под названием «Мана Дель Десьерта» или «Рука пустыни» было установлено чилийским скульптором Мария Иррасабал. Он хотел вложить в каменную ладонь как можно больше несправедливости, беспомощности, мук и произвола, которые испытывают подчас люди по всему земному шару. С виду хрупкое извояние на самом деле изготовлено из прочного железного каркаса и цемента. Однако и это бы не помешало нерадивым туристам унести кусочек руки с собой, если бы не местная организация, которая убедительно просит не портить их достояние и периодически стирает с него граффити. Похожие памятники были также установлены автором в Уругвайе, Мадриде и Венеции, однако этот оказался самым впечатляющим и зрелищным. Теперь давайте снова вернемся в Исландию. Мы специально отлучились на пару минут, чтобы там выпал снег и реки покрылись льдом, так как следующее диковинное место, о котором я собираюсь вам поведать, можно увидеть в национальном парке Скафта Федель только при сильных морозах. Под воздействием низких температур потоки воды леденеют и образуют пещеры, в которые строго-настрого запрещается входить без сертифицированных проводников. Все дело в том, что ледяные замки очень непредсказуемы, и их состояние зависит от многих факторов. Поэтому неважно, насколько хорошо вы экипированы или как глубоко вы заправили штаны в шерстяные носки, чтобы взглянуть на ледяные волны с изнанки, лучше довериться профессионалам. Длится сезон ледяных пещер с ноября по март, однако бронировать такой поход нужно заранее, так как сделать это в последний момент вам вряд ли удастся. Что ж, любите природу, ухаживайте за ней, и однажды вам откроется самое величайшее из всех богатств на Земле – духовное. Познакомьтесь с Гектором. Здравствуйте, как вы живете? На первый взгляд он самый общительный человек на свете. Здравствуйте, как вы? Как ваше дело? Как ваши самочувства? Вы последовали моему совету? На самом же деле он психотерапевт. Нет-нет, не поймите меня неправильно. Ему нравится выслушивать своих пациентов и помогать им. В подтверждение моих слов скажу, что он очень популярен, внимателен, скрупулезен, женат, но это вряд ли относится к делу. И не беден. Но вот счастлив ли он? А что такое счастье? Что, простите? Я говорю, что такое счастье? Вот вы, например, счастливы? Книги Франсуали Лорда «Путешествие Гектора» или «Поиски счастья» молодой, но уже успешный психотерапевт обнаруживает, что при всей состоятельности собственной жизни он несчастен и все чаще находит в унынии пациентов знакомые ноты. И вот однажды, по совету клиентки, поцеловав жену, вооружившись блокнотом и ручкой и собрав целый чемодан теплой одежды и добродушия, он отправился набираться мудрости у счастливых людей по всему свету. Путь выпадает нелегким, но предприимчивость Гектора не знает границ. Знакомства с разными странами и разными людьми выливаются в 23 дельных совета, которые, может быть, не помогли изменить весь мир, но изменили мир Гектора. Гектор настолько понравился читателям, что автор очень скоро написал еще одну книгу. И еще, и еще. Сам французский писатель Франсуа Ле Лорд половину своей жизни посвятил психотерапии и только в возрасте 40 с лишним лет решился стать писателем. Я всегда испытывал слабость к писательству и хотел писать собственные романы, но я не решался тут же приступить к делу. Только когда я начал писать научные трактаты и эссе, я почувствовал в себе уверенность к написанию художественных работ. К тому же мне показалось, что поиск Гектором счастья или Юликом любви будет намного интереснее читать и писать, если они будут исполнены в форме рассказа или романа. Художественная литература всегда была моей мечтой, а воплощение мечты и есть состояние счастья, радости, во всяком случае для меня. И если у меня получится поделиться своей мечтой с читателями, если у меня получится заставить их мечтать, и это станет причиной их собственных желаний и идей, я буду счастлив вдвойне. Книга написана простым языком, и даже в оригинале она будет понятна начинающим французам. И пускай некоторые из советов Гектора не блещут новизной, но эта книга зарядит вас позитивом и заставит задуматься. А как выглядит ваше собственное счастье? Творчество – это хаос, в потоках которого скрыты нужные нам идеи. Вам ничего не напоминает такая трактовка? А как насчет наших рабочих столов, где порой ничего не сыщешь? Сколько раз там уже черт ногу сломал. Я не спорю, возможно, вы знаете, что где валяется, но позвольте дать вам парочку советов. Любой творческий проект требует полета мысли. Но для того, чтобы он достиг своего счастливого аэродрома, предварительно нужно заложить маршрут и привести мысли в порядок. То же должно быть и на вашем рабочем столе. Независимо от того, работаете вы дома или в офисе с Большим Штатом. Первонаперво ваш стол ни в коем случае не должен быть пустым. Еще Эйнштейн говорил, если бедлам на столе – признак беспорядка в голове, то о чем говорит пустой стол? Рабочий стол – это ваше отражение. И глядя на него, вы должны чувствовать всю привлекательность предстоящей работы. Для этого развесьте везде постеры, наклейте яркие стикеры с мотивирующими вас фразами. Но тут главное – не переусердствовать. От ручек и карандашей до обоев в компьютере все должно пробуждать ваше желание творить. Пусть на столе у вас всегда лежит блокнот для заметок. Кстати, значение имеет не только то, что у вас на столе, но и сам стол. И его расположение вместе со стенами и потолком. Оказывается, что стол со скругленными краями ассоциируется в нашей голове с поощрением. Согласитесь, рыцарей прямоугольного стола звучит как-то не очень. Того же мнения и исполнительный директор Pixar – Эд Кэтнелл. По его словам, круглый стол во время массовых обсуждений и планерок делает всех участников равными, а их мнение значимым. И верно – за круглым столом крайних нет. Широко известно, что цвета окружения оказывают весомое влияние на желание работать. Так голубые и зеленые цвета способствуют выработке новых идей. Красный повышает внимание к мелочам, а светлые оттенки делают нас более вдумчивыми. А что, давайте и я попробую подобрать подходящий рабочий стол. Если вас ждет утомительная и усердная работа, для этого подойдет лучше небольшое помещение с невысокими потолками. Но если впереди у вас мозговой штурм с коллегами, то отправляйтесь в просторное помещение. Скажем, в кафе. Но если в течение дня вы чувствуете напряжение, то вам лучше обзавестись природой. За окном, либо в офисе. Да, природой. Банальное окно с видом на деревья может снизить уровень стресса в разы. В ходе исследования 1984 года было обнаружено, что пациент выздоравливает быстрее и принимает меньше боли утоляющих, если за окном красуется природа. Но окна хороши не только видами на зеленую округу и бесконечное синее небо, но и солнечным светом. Ученые утверждают, что при недостаточном количестве солнечных лучей ваш суточный ритм может сбиться. А вот при нормальном уровне повышается настроение и снижается кровеносное давление. Что касается фонового шума или громкости музыки, то идеальный вариант, по заверениям ученых, 70 дБ. Для сравнения он должен быть чуть тише звука работающего пылесоса или детского плача, частота которых достигает 80 дБ. Самое главное при организации рабочей среды прислушиваться не ко мне и даже не к ученым, а к себе, так как у каждого из нас свои привычки и предпочтения. Поэтому обустройте свое рабочее место так, чтобы оно стало продолжением вас и всячески подталкивало к действиям. Мыслите продуктивно и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин